Всем привет! Продолжаю следовать дела дятловцев и изобличать всякие фейки. Тема сегодняшней передачи откуда берутся версии о причастности спецслужб. Почти под каждым роликом мне идет комментарий. Их убили специалисты. Там недалеко был Ивдель Лак. Их убили военные. Откуда берется этот бред я не понимаю. Итак, вот такая заставка. Вам наверное интересно кто этот человек, почему здесь кукла. И я вам сейчас попытаюсь все объяснить. Итак, для всех было удивлением, когда 8 января или 6 января Арсений Яценюк заявил, что СССР напал на Германию и Украину в 41 году. Слышали вы такое? Все рожденные в СССР, конечно же, очень удивились. Откуда Арсений Яценюк это взял? Сейчас я вам расскажу про одного мальчика. Звали его Владимир. Делал он военную карьеру, очень успешно. Учился в одном военном суворовском училище. Окончил другое какое-то училище. Потом окончил дипломатическое училище. Делал, делал он свою военную карьеру. Развивался, развивался, получал хорошую зарплату. В конце концов, поехал работать в Женеву. Шпионом, да, шпионом в Женеве. Находясь на какой-то выставке, его там завербовали британские спецслужбы. И когда запахло жареным, в Женеве было два места для разведчиков. Вот этот мальчик Владимир, уже Владимир Резун, испугался. Вдруг его вернут назад в СССР и быстренько уехал в Великобританию. Предал родину, оказался предателем. Это этот человек и поныне живой, Владимир Ревкун. Сейчас я вам покажу его в стране. Так, значит, ой, неудачная. Значит, очень большая, не влезла. Значит, вот. Большой, если я сейчас сделаю, помешу. Вот он. Теперь это у нас кто? Виктор Суворов. Вот этот человек. В 78-м году он уехал в Великобританию. Был объявлен предателем своей родины. А в 80-х годах начинается его литературная деятельность. Вначале книги издаются в Англии и Великобритании на английском языке. Постепенно, с развалом Советского Союза, его книги приобретают популярность. Одна из первых книг – это «Аквариум». Вы, наверное, слышали. Наверняка многие читали эти книги Виктора Суворова. Почему Виктор Суворов? А ему так сказал издатель, вы возьмите себе псевдоним Виктор. Виктор – победитель. А Суворов – это имя, которое у английской публики на слуху. Звонкое имя Виктор Суворов. Он взял себе такой творческий псевдоним. И действительно, его книги имели хорошую популярность. Вот он. Одна из его книг – «Ледокол». Где эта книга? Сейчас я вам ее покажу. Вот, смотрите. А, нет, это не про ледокол. Ну, в общем, давайте я вам сейчас расскажу про ледокол. Это книга о том, как в армии. Как он жил, служил, учился и так далее. Как он в армии был. Сейчас я вам прочитаю некоторые высказывания из «Аквариума». Значит, в 1986 году «Аквариум» был на английском языке издан. И он рассказывает о том, как он проходил… Вот один сюжет, как в спецназе разведуправления тренировались на живых людях. Это то, что мне пишут в комментариях. То, что мне говорят, как тренировались на живых людях. Итак, вот кусочек. Кравцов к этой категории не относился. Любит он женский пол, а кто не любит? И секрета из этого не делает. Любить власть зачем же свою любовь скрывать? А любит он ее крепко, любую власть. Почувствовала я это, когда впервые увидел, как он куклу бил. Это был апофеоз мощи и беспощадной власти. Кукла – это человек такой, человек для тренировки. Когда ведешь учебный бой против своего товарища, то наперед знаешь, что он тебя не убьет. И он знает, что ты его не убьешь. Поэтому интерес к учебному бою теряется. А вот кукла тебя убить может. Но и тебя ругать не очень будут, если ты кукле ребра переломаешь или шею. Работа у нас ответственная. И рука наша не должна дрогнуть в ответственный момент. И не дрогнет. А чтобы командиры наши полную уверенность в том имели, подбрасывают нам для тренировки кукол. Куклы нами. Куклы не нами выдуманы. Их до нас использовали и гораздо шире. Но назывались они по-другому. В ЧК их называли гладиаторами. В НКВД – волонтерами. В СМЕРШе – робинзонами. А у нас они куклы. Кстати, где-то я слышала, что есть такой еще термин – неваляшка. Это мое замечание. Итак, кукла – это преступник, приговоренный к смерти. Тех, кто стар, болен, слаб, Тех, кто знает очень много, уничтожают сразу после вынесения приговора. Но тот, кто силен да крепок, Того перед смертью используют для усиления мощи нашего государства. Говорят, что приговоренный к смерти на уран высылают. Чепуха. На уране обычные зэки работают. Приговоренный к смерти более продуктивно используют. Один из видов такого использования – сделать его куклой в спецназе. И нам хорошо, и ему. Мы можем отрабатывать приемы борьбы, Не боясь покалечить противника, А у него отсрочка от смерти получается. Раньше гладиаторов до кукол на всех достаточно было. Теперь нехватка. Во всем у нас нехватка. То мяса нет, то хлеба. А теперь вот и кукол не хватает на всех. А желающих использовать кукол не убавляется. А где их наберешь? Поэтому приказывают куклу длительно использовать. Осторожно. Но это на качество занятий не очень влияет. Ты его не можешь сильно калечить, А у него ограничений нет. Он в любой момент умереть может. Терять ему нечего. Шеи свернуть запросто может. Оттого бой с куклой в сто раз полезнее, Чем тренировка с инструктором или с коллегой. Бой с куклой – настоящий бой. Настоящий риск. Во всем батальоне спецназ только один особый профессиональный взвод допущен к тренировке с куклами. Три обычные диверсионные роты о существовании кукол просто не знают. Ну, конечно, не знают, потому что их нет. Особый взвод отделен от батальона. И место хорошо охраняется. И кукол содержать есть где. Не любит кравцов зря рисковать, но любит власть. И потому, попав в Дубровицу, он каждый раз переодевается и идет лично сам тренироваться на куклах. Он тренируется долго и упорно. Он очень настойчив. Ну, вот это вот кусочек из его книги. Значит, хочу вас еще рассказать про Виктора Суворова, или по-другому, Владимира Богдановича Резуна, предателя Родины. Значит, он автор таких книг, в которых он рассказывает, что СССР напал на Гитлера. Это неоднозначная книга. Значит, что лично я читала? Лично я читала «Кирпичный самолет». Это когда наши ученые советские скопировали американский самолет по кирпичикам, поэтому самолеты назывались кирпичными. Потом он придумал вымысел про картонный поезд. Это как якобы дали задание сконструировать поезд, а его сделали из картона и выдали за настоящий. И прочую литературную фантазию, выгодную врагам Советского Союза. Поэтому, пожалуйста, не пишите в комментариях никакой бред про то, что их убили лагерные охранники или какие-то другие спецслужбы. Не было такого. Этот бред был написан Виктором Суворовым, предателем Родины Владимиром Богдановичем Резуном. Кстати, он, автор, работает на канале «Униан» в Украине, канал Коломойского. Сейчас живет, где он? В Англии. Он сейчас живой. Подписывает всякие петиции против России и Путина. А что ему еще остается делать? Предатель есть предатель. Ему только и остается, как ввести противороссийскую деятельность в оправдание своим грехам. Как же ж, он Родину предал. У него ведь была хорошая зарплата. Он жил за границей. Однако продался за деньги. И написал такой бред, который на сегодняшний момент используют против России. Яценюк и прочие. Выдавая их, вот эти книги, за правду. Его очень сильно критиковали, и все отрицают, что это было на самом деле. Литературный вымысел. Значит, книги расходились очень большими тиражами, и многие их читали. А что обидно, многие люди в это во всем верят. Когда я читала эти книги, я не верила, потому что у меня были в семье военные. И никто никогда ничего подобного не рассказывал. Не было жестокости в наших военных. Поэтому комментарии о причастности спецслужб к гибели туристов на перевале Дятлова, пожалуйста, не пишите, что там на них отработывали удары по переломам ребер и прочие спецприемы. Вот он. Конечно, военные у нас участвовали в поисках. И есть какие-то фотографии. Кто-то говорит, вот этот, вот этот, вот этот участвовал. Ничего подобного. Все ваши слова бездоказательны. Вот откуда берется версия о причастности спецслужб к гибели туристов на перевале Дятлова. Спасибо за просмотр. Я сейчас представляю, сколько камней в меня полетит. Ну ладно, все, стерплю. Я же за истину борюсь. Все, пока. Вот так. Вот так. Так. Продолжение следует...